Привет, друзья, я рад приветствовать вас на канале GSMDog. В этом видеоролике мы будем воскрешать Xiaomi 12X, а затем мы его русифицируем. Друзья, маленькая просьба. Прежде чем задать вопрос, досмотрите ролик до конца, прочитайте описание к данному видео и прочитайте комментарии других пользователей. Возможно, на ваш вопрос уже имеется ответ. Нет никакого желания 10 раз отвечать на один и тот же вопрос. Сначала нам необходимо сделать небольшую проверку, а именно телефон не должен быть привязан к Mi аккаунту, иначе у нас ничего не получится. Ссылка на этот сайт есть в описании к данному видео. В первой строке наберите 15 цифр и МАИ номера, выберите любую страну и нажмите «Далее». Если вы увидите надпись «Этот код разблокировки не связан с заблокированным устройством», то можно прошивать смартфон. Далее необходимо прошить в смартфон китайскую прошивку, привязать свой Mi аккаунт, разблокировать загрузчик, а затем можно будет прошить русскую прошивку с Google сервисами. С любого для вас удобного сайта необходимо скачать прошивку для режима FastBoot. В строке поиска Google пишем «Сиоми 12Х прошивка» и переходим на самый первый сайт. В разделе «Прошивки» сначала скачиваем прошивку для китайского региона. Повторюсь, нужна прошивка именно для FastBoot режима. После того, как скачали китайскую прошивку, сразу ставим на закачку прошивку для России. В принципе, можно скачать любую глобальную версию прошивки, где есть Google сервисы. После этого необходимо распаковать китайскую прошивку на C-диск. Лучше всего с этим справляется архиватор 7-Zip. Прошивка весит около 6 ГБ, а в распакованном виде все 10. Заранее убедитесь, что вам хватает дискового пространства. Прошивки Xiaomi для режима FastBoot распространяются в двойном архиве. Распаковка занимает некоторое время, наберитесь терпения. Естественно, я ускорил этот фрагмент на монтаже. Вот так выглядит прошивка в распакованном виде. Кредиты для оплатной программы Avatar House Tool можно купить на сайте нашего спонсора 3gsm.ru. Вам необходимо зарегистрироваться на сайте 3gsm.ru. Я сделал это заранее. В этом нет ничего сложного, поэтому я решил не снимать данный фрагмент. После регистрации вам необходимо пополнить свой баланс. На момент съемки данного ролика для прошивки телефона необходимо 5 кредитов. Все реквизиты и курс валют есть на сайте. Все вопросы, касаемые сайта 3gsm.ru, вы можете задать в Телеграме. На сайте есть все контактные данные. После пополнения баланса выберите пункт «Разместить заказ», «Сервер, сервисы». В выпадающем списке выберите Xiaomi Avatar Tool. Снизу есть ссылка на сайт программы. Перейдите на сайт, зарегистрируйтесь, отключите антивирус и скачайте архив с программой. После регистрации на сайте AvatarAus Tool вернитесь на сайт 3gsm, укажите количество кредитов в 5 и укажите вашу почту. Напомню, все вопросы, касательно кредитов на сайте 3gsm.ru, вы можете задать в Телеграме. Просто напишите в поиск «собачка» салават 05. Далее подключите смартфон к компьютеру в режиме «Фастбуд». Для этого надо нажать звук «минус» и включение. Запустите программу AvatarAus Tool и авторизуйтесь в ней. Напротив поля Loader нажмите 3 точки, откройте папку с прошивкой, папка Images, пролистайте чуть ниже и выберите Proc, UFS, Firehose и т.д. с расширением Elf. Напротив пункта Select Folder нажмите 3 точки и укажите путь к папке Images, которая хранится в папке с прошивкой. Затем перейдите во вкладку ADB and Fastboot Tools, нажмите на кнопку Fastboot to edl one credit. Если все драйверы установлены правильно, то телефон из режима Fastboot перейдет в режим экстренной прошивки. Вот так выглядят правильно установленные драйверы. Если рядом с названием драйвера стоит желтый восклицательный знак, значит вам необходимо отключить проверку цифровой подписи Windows. Вернитесь во вкладку Read Flash, затем нажмите кнопку Flash firmware for credit. Прошивка занимает около 10 минут. Ни в коем случае не отключайте смартфон от компьютера и не перезагружайте компьютер. В случае неудачи, потраченные кредиты вам никто не вернет. Если все прошло успешно, в конце лога будет надпись All Done. Если вы хотите приобрести такое же кресло, как у меня, в описании к этому видео есть ссылка на продавца. Доставка по всей России. А по промокоду JSMDOG вы получите скидку 500 рублей. Итак, аппарат включился, одну проблему мы решили, но в аппарате по-прежнему нет русского языка и гугл сервисов. Дальше нам необходимо разблокировать загрузчик. Для этого подключаем аппарат к Wi-Fi, проходим первоначальную настройку и привязываем смартфон к своему Mi аккаунту. Все время нажимайте стрелочку вперед. Use as new device. Далее Skip Skip Далее Можете использовать кнопки, можете использовать жесты. Нажмите далее, еще раз далее. Зайдите в настройки. My Device All Specs MIUI version надо тапнуть 8 раз. Теперь вы стали разработчиком. Вернитесь на уровень выше. Еще раз выше. Adaptational Settings Пролистайте чуть ниже. Developer Options Mi Unlock Status Вот здесь надо отключить Wi-Fi. И на симке должны быть деньги. Нажмите Add Account. Далее на компьютере запустите программу Mi Flash Unlock. Авторизуйтесь в тот же Mi аккаунт, который прописали в смартфон. Подключите смартфон к компьютеру в режиме Fastboot. Программа предупреждает вас о том, что разблокировка загрузчика приведет к удалению всех пользовательских данных. Нажмите кнопку Unlock. Снова выйдет уведомление о том, что данные будут стерты. Нажмите кнопку Unlock Anyway. Также программа предупреждает, что устройство с разблокированным загрузчиком – это легкая мишень для всякого рода вирусов, которые могут повредить устройство и привести к финансовым потерям. Снова нажимаем Unlock Anyway и ждем. С первого раза разблокировать загрузчик не получится. Обычно на это уходит 3-5 дней. В моем случае это 5 дней. Через 5 дней снова проделайте ту же самую процедуру. Подключите смартфон в режиме Fastboot. Авторизуйтесь в программе своим Mi аккаунтом. Совсем согласитесь. Если все прошло удачно, в конце вы увидите надпись Unlocking Successfully. На экране смартфона при загрузке операционной системы будет появляться открытый замочек. Загрузка займет 2-3 минуты. В телефоне все еще нет русского языка и Google сервисов, но теперь мы можем это исправить. Для этого необходимо распаковать прошивку для России. Все то же самое. Двойной архив 10 гигабайт в распакованном виде. После этого запустите программу Mi Flash. Нажмите кнопку Select и укажите путь к распакованной русской прошивке. Обязательно поставьте точку снизу на пункте Clean All. Введите смартфон в режим Fastboot и подключите к компьютеру с помощью USB кабеля. Нажмите кнопку Refresh, а затем кнопку Flash. Прошивка в этом режиме также занимает около 10 минут. По окончанию прошивки смартфон автоматически перезагрузится. Не забудьте выйти из своего Mi аккаунта, если вы русифицировали смартфон для клиента. Далее просто пройдите первоначальную настройку. Здесь нет ничего интересного, поэтому я ускорил данный фрагмент. Недостатком данного способа является то, что не будет работать NFC. Данная проблема решается с помощью патча, установленного через TvRP Recovery. Но у нас в России в данный момент и так не работает Google Pay, поэтому я не стал снимать ролик про это. Пока я снимал и монтировал ролик, для этого аппарата появилась прошивка на основе Android 12. Итак, телефон русифицирован, имеются сервисы Google Play, задача выполнена. Это всё, что я хотел рассказать вам в данном видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В комментариях напишите, на какие темы вы хотели бы увидеть ролики на моём канале. Всем удачных ремонтов, до встречи в новых видео. Продолжение следует...